Александровна пришла, получив результат по своему заболеванию и результаты у близких ей людей. Все ее родные стали принимать продукты компании. Сейчас у Надежды Александровны много клиентов, которые раньше были ее пациентами. На данное время Надежда Александровна уже 18 лет работает в нашей компании. Как дистрибьютор компании и как профессиональный врач, она имеет огромный положительный опыт работы с витаминными и минеральными комплексами компании Vision. Тема сегодняшнего эфира «Встречаем весну без аллергии». Надежда Александровна поделится с вами своим опытом, как профессиональный врач-аллерголог и не только. Итак, я передаю слово Валовой Надежде Александровне. Добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если нет, сигнализируйте тогда. Я хочу вас всех сегодня поприветствовать. На самом деле у нас конец февраля, начало марта скоро, весна. И замечательное время, когда все пробуждается. И я хочу поздравить вам только здоровья в этой жизни. Вы знаете, у меня есть прям буквально одна секундочка. Я хотела поблагодарить все-таки нашу компанию, сотрудников ДРД, лидеров за организацию таких дней здоровья Vision. У меня большая организация, и дистрибьюторы моей команды, и их клиенты посещают эту комнату. И они очень довольны, что у нас такие дни здоровья есть. Я считаю, что это очень нужное дело. Ну и сегодня, в преддверии весны, моя тема сегодня – весна без аллергии. И мы будем говорить о весеннем таком состоянии, которое называется поленос. Кто страдает этим заболеванием, тот скажет, что это мучительное и изнуряющее состояние, когда человек не может хорошо работать, отдыхать, радоваться весне и вообще жизни с симптомами, которые плохо снимаются и через небольшое время повторяются вновь, требуя новой порции лекарств. И так длится достаточно долго. Это состояние появляется каждый год в одно и то же время, чаще весной или летом, но может быть в августе и даже в сентябре. У определенного количества людей появляются одинаковые симптомы. Зуд и щекотание в носу, чихание, заложенность носа с обильным слизистым отделяемым, красные припухшие, чешущиеся глаза, обильное слезотечение, першение в горле, иногда даже приступы удушья. Кроме этого, нарушение самочувствия, головная боль, вялость, раздражительность, плохое настроение. Да откуда ему хорошему взяться, когда такие симптомы? И лучший друг – салфетки и носовые платки. Заболевшие чаще, особенно в начале, путают это заболевание с простудой. Но это симптомы полиноза – сезонного аллергического конъюнктивита. Еще в 1819 году английский врач Джон Бостон сделал первое официальное сообщение о сенной лихорадке. Он описал много случаев заболеваний у людей, которые занимались именно уборкой сена. И связал это заболевание именно с этим, отсюда и название. В 1877 году Дэвид Блэкли впервые доказал, что причиной – пыльца растения. В 1889 году доктор Силич на заседании русских врачей в Санкт-Петербурге сделал первое сообщение о полинозе. А в 1960 году в Краснодарском крае развелась целая вспышка заболевания, вызванная амброзией полинолисной, которая была завезена в страну из США с зерном пшеницы. На сегодняшний день четко доказано, что причиной этого заболевания является пыльца ветроопыляемых растений. Это достаточно мелкие частицы, размером где-то 0,02-0,04 мм. Они очень легко проникают в дыхательные пути и попадают на слизистые. Наша земля очень богата флорой, и растений у нас очень много. Но вот именно таких растений, у которых вот такая вот, ну скажем так, аллергенная пыльца, их достаточно немного, около 50. И различают три периода цветения растений с пыльцой, которая обладает вот такими аллергическими свойствами. Первый период – это конец апреля, начало мая, когда цветут деревья. Это береза, ольха, дуб, клен, тополь. Второй период – это конец мая, начало июня, когда зацветают злаки. Это рожь, пшеница, овес и такие травы, как тимофеевка, пырейка, выльра и грас. Следующий период – это конец июля и даже начало сентября. В это время цветут сорные травы – амброзия, полынь, лебеда. У пациентов бытует представление о том, что симптоматику в мае и июне вызывают очень часто тополиный пух. Но это не совсем правильно, и сам тополиный пух является аллергеном. Он является наполнителем плодов тополя и проникнуть в дыхательные пути из-за своих размеров не может. Но он является прекрасным переносчиком пыльцы других растений, служит ей транспортом и представляет несомненно колоссальную аллергическую опасность в связи с тем, что распространяемость пыльцы вместе с тополиным пухом проходит на очень большие расстояния. Что же интересно происходит в организме, когда попадает пыльца? Если у вас нет повышенной чувствительности к ней, то в общем-то ничего. Пыльца – это чужеродный агент. Иммунная система срабатывает активно на уничтожении этих агентов, так же, как на вирусы и на бактерии. А вот если есть повышенная чувствительность, в ответ на попадание в данном случае пыльцы иммунная система дает ответ и вырабатывает в тучных клетках иммунной системы очень много такого вещества, которым вы слышали название, которое называется гистамин. Гистамин – это биологически активное вещество, которое участвует в регуляции многих функций организма и является одним из главных факторов в развитии некоторых патологических состояний, в частности, аллергических реакций. Он в организме синтезируется из гистидина, одной из аминокислот, которая является составляющей частью белка. В неактивном состоянии он входит в состав многих тканей и органов. Он содержится в тканях и кожи, и легких, и кишечника, где он содержится в особых, так называемых, тучных клетках. Под влиянием различных факторов гистамин переходит в активную форму, выбрасывая из этих клеток общий кровоток. Факторами, которые ведут к активации гистамина и выбросу его, могут быть травмы, ожоги, стресс, воздействие лекарственных веществ, иммунных комплексов, облучение. И в нашем случае является внедрение аллергического компонента, которым является пыльца. Помимо собственного гистамина, можно получить его из продуктов питания, то есть извне. Это сыры, колбасы, некоторые виды рыбы, спиртные напитки и другие продукты, в особенности, которые содержат много химических составляющих. В данном случае это могут быть амортизаторы, эмульгаторы, консерванты. И также выработка гистамина в продуктах происходит и под вести бактерий. Поэтому его больше будет содержаться в тех продуктах, которые долго хранятся и причем в недодлежащей низкой температуре. А вот такие продукты, как яйца, клубника, могут даже стимулировать выработку внутреннего гистамина. Активный гистамин, попавший в кровоток под влиянием любого из факторов, оказывает очень быстрое и мощное воздействие на многие органы и системы. При полинозе происходит спазм гладкой мускулатуры в бронках, что может привести к кашлю, к затрудненному дыханию и даже удушью. Усиливает секрецию в слизи в носовой полости, в бронхах, сужает крупный и расширяет, наоборот, мелкую капиллярную сеть, тем самым повышая ее проницаемость. Вследствие этого отек слизистый, отсюда заложенность носа, затрудненное дыхание, навязчивые каши, выделение большого количества слизи и также точно головная боль присоединяется. Что же еще происходит при попадании пыльцы на слизистую верхних дыхательных путей? Дело все в том, что пыльца для организма является антигеном и на ее попадание вырабатывается в организме иммуноглобулины, которые по-другому называются антитела. На каждый антиген свои антитела. Повторные поступления антигена в организм вызывают атаку антител, которые нападают на молекулы антигена с целью его обезвредить. Образуются иммунные комплексы антиген-антитела. Они оседают на тучных клетках, в которых и содержится спящий как бы гистамин. И начинается второй этап аллергической реакции. Переход гистамина в активную фазу, выход его из тучных клеток и начинается проявление аллергической реакции, о которых я уже говорила, и отек, и обильная слизистая отделяемая, и кашель, и спазм полубронхов. У аллергиков отмечается повышенное содержание гистамина в тканях, как бы накопление его в результате повышенной аллергизации. Это и называется повышенной чувствительностью. И в ответ на антиген вырабатывается антител больше, чем поступающих аллергенов. И эти лишние антитела тоже провоцируют аллергическое воспаление. Отсюда вы иногда слышите выражение повышенный уровень иммуноглобулинов, потому что уже в организме еще и аллерген не поступает, а в нем уже еще осталось большое количество вот этих вот антител. Накопление и накопление гистамина, и повышение содержания иммуноглобулинов ведет к высокой аллергической настроенности организма. И достаточно малейшего внедрения аллергена, и может развиться аллергическая реакция. Причем от слабой, маленькой, небольшой, до анафилактической. При полинозе после периода цветения аллергена уровень аллергический снижается, конечно. Но память иммунная остается, и на первом же внедрении аллергена все возобновляется с прежней, или иногда даже с большей силой. Прошло уже больше 200 лет после первого упоминания сенной лихорадки. Но несмотря на медицинский прогресс, сверхчувствительность иммунной системы организма к различным аллергенам остается для многих людей большой проблемой. Все большее количество людей обращаются за помощью к специалистам, чтобы те помогли облегчить симптомы этой болезни. В мире распространенность полиноза от 0,2 до 39% населения, и страдают в основном люди от 10 до 40 лет. Среди горожан заболеваемость выше в 4-6 раз. Каждые 10 лет количество жертв аллергии удваивается. Мои коллеги-доктора это могут подтвердить. Количество людей, страдающих различными проявлениями аллергии, очень высоко и постоянно растет. Что же, собственно говоря, влияет на увеличение аллергических реакций и увеличение такого количества больных? А это все те же причины, о которых мы часто вспоминаем. Первое – это техногенная среда, экология. Второе – это неправильное питание. И третье – это стресс. Это самые основные факторы. Техногенная среда нежелательна. И с каждым днем растет количество веществ, которые присутствуют в воздухе, в воде, в нашем быту, которые разрушительно влияют на функции иммунной и эндокринной системы и усиливают воздействие основного аллергена, в данном случае пыльцы. Ну, от технологического прогресса не откажешься. К сожалению, количество автомобилей увеличивается. Загрязненность воздуха остается прежней. Еще и с техногенными катастрофами, если связано, оно может загрязняться разными агентами. Не надо забывать, что мы практически живем в электромагнитном смоге. У каждого дома есть телевизор, и не один. И гаджеты всевозможные, и планшеты, и телефоны, и компьютеры. Каждый в одном своем проявлении, он не так опасен для человека. Но представьте, как вся наша жизнь, весь наш дом, где мы живем, пронизан вот этими нитями электромагнитными. Это тоже не есть хорошо, и оно не положительно влияет на нашу иммунную и эндокринную систему, которая, собственно говоря, и стоит на страже нашего здоровья. Неправильное питание. В данном случае мы говорим о том, что в питании очень много химических веществ заложено, которые увкусняют пищу, улучшают ее, всячески делают ее красивой. Но это не есть хорошо. Это влияет и на кишечник, где на самом деле находится очень много клеток и бактерий, которые заведуют нашим, и влияют на наш иммунитет. И плюс ко всему продукты питания уже выращены не естественным таким способом, а очень много генномодифицированных продуктов, которые не несут в себе того положительного начала, которое должны нести они к нам. Потому что человек ест то, что он ест, и если ест он не ту пищу, которая нужна организму для построения правильного его функций и систем, то, естественно, отсюда и будут нарушения. Я еще не сказала, что на повышение аллергенного фона здорово влияют еще и все химические препараты, которые мы используем в быту, не только которые мы принимаем внутрь. Нам хочется, чтобы у нас волосы были красивее, внешне мы выглядели, и всерозможные шампуни, моющие средства для посуды, для квартиры, для всего. Но это же все химические агенты, которые тоже влияют на формирование иммунно-инокринной системы. Ну и, конечно, надо сказать отдельно о стрессе. Известно, что люди, подверженные психическим стрессом, страдают от аллергии особенно часто. Особенно часто. Дело в том, что их иммунная система перегружена и ослаблена нервным возбуждением и быстрее выходит из-под контроля. Может быть, собственно говоря, поэтому в бедном цветущими растениями городе гораздо больше больных полинозом, чем в богатой зеленью сельской местности. Сельские жители от полиноза страдают где-то в 6 раз реже городских. И чаще всего это связано все-таки с большим стрессорным фактором, который испытывают люди, находясь именно в городе. Ну, какие же действия надо предпринять, чтобы снизить этот аллергенный фон, чтобы, собственно говоря, защитить себя как-то от возможных аллергических реакций? Ну, если человек больной, ему что нужно сделать? Обязательно нужно максимально снизить контакт с аллергеном. Конечно, было бы замечательно, самый лучший способ устроить себе отпуск в разгар сезона цветения, уехав в другую местность, где аллергену цвел уже или еще не зацветал. Ну, если нет такой возможности, постарайтесь все-таки вести здоровый образ жизни и обращать внимание на что. Можно к минимуму свести контакт с аллергеном. Концентрация пыльцы в воздухе значительно снижается после дождя, вечером, в ночные часы, в безветренную погоду. Именно тогда надо проветривать помещение и гулять. Чаще надо делать влажную уборку, завесить форточку влажной тканью. Собираясь на улицу, надо одеть очки, смазать нос масляным раствором. Вернулись в прогулки, протрите обувь, смените одежду, примите душ, прополощите рот и промойте глаза. Этим, в принципе, можно уменьшить попадание аллергена на слизистые и, естественно, проникновением его дальше в организм. Следующий момент касается гипоаллергенной диеты. Вы, наверное, все слышали об этом. Да, есть вредные продукты, фастфуд и консервированные продукты. Но есть гипоаллергенная диета, она определенная. Надо следить за своим питанием. И соблюдение ее во время обострения очень важно. И в избежание перекрестной аллергии, и в моменте повышения общего аллергенного фона. Эта диета, я сказала уже, называется гипоаллергенной, снижающей аллергенный фон. Основные продукты, в принципе, всем известны. Мы их уже сегодня говорили, о них сегодня уже говорили. Я показывала вам вот на слайде некоторые продукты, которые в данном случае не такие, может быть, и вредны, но именно страдают от конкретно аллергии. И когда выявлен аллерген, тогда проще. Есть списки продуктов, нежелательных к употреблению именно этим человеком. Но это индивидуальный уже подбор, когда выявлен аллерген. Его можно выявить и самому человеку. Он, например, знает четко, что в апреле месяце при цветении березы у него есть аллергическая настроенность. И его можно будет сделать и специфической обследованием, но тем не менее, можно и самому понаблюдать. Но аллергия чаще всего поливалентна, поэтому сама гипоаллергенная диета, она не убирает аллерген, она снижает общую раздражимость, общий настрой человека на появление аллергической реакции. Ну, здоровый образ жизни, о котором я вам уже говорила, это и прогулки на свежем воздухе, и занятия спортом, повышенная оксигенация. Это все идет к общему оздоровлению организма. И поэтому иммунная система благодарна такому образу жизни, и она формирует правильный иммунный ответ. Сегодня я не буду говорить о лекарствах и препаратах, которые применяются для лечения полиноза. Отмечу только, что первое, на что направлено лечение, это противогистаминное действие. Этих препаратов очень много, и их часто очень показывают по телевизору, рассказывая, какие они все замечательные, как они, ну, просто действуют с одной, чуть ли не называется, таблетки. Они отличаются седативным действием на нервную систему. И очень часто есть противопоказания при езде за рулем и профессии, которые требуют повышенного внимания. Антигистаминный препарат очень часто приводит к вялости человека, к сонливости, наносят вред потенции и, в общем-то, его работоспособности. Фармакологические компании вкладывают огромные средства на разработку новых улучшений, тех, которых есть, чтобы снизить вот этот эффект, потому что из-за этого эффекта многие люди отказываются от препаратов. Но вы знаете, новые препараты – это не совсем новые вещества, это улучшенные те, которые были. И сейчас они уже более высокого качества, но, к сожалению, от противопоказаний и от негативного воздействия препаратов никто не защищен. И сейчас многие из новых препаратов могут спровоцировать серьезные нарушения работы сердца. Конечно, когда есть такие состояния, как анафилактические, то есть которые вредят так здоровью, что, собственно говоря, уже касается вопрос о госпитализации, там есть более мощные препараты, глюкокортикоиды, но в быту очень часто предлагается даже при небольших проявлениях аллергии применение этих препаратов. Я хочу вам сказать, что прочитав только побочные действия этих препаратов, я думаю, любой человек разумный, он будет искать какие-то выходы для того, чтобы их принимать или принимать уже по крайней таким серьезным состоянием. В лечении полиноза применяют еще аллергеноспецифическую иммунотерапию, но это длительное, очень специфическое лечение, которое проводится только в медицинских учреждениях. Применение биологически активных добавок при полинозе не просто нужно, это просто необходимо. Здесь идет улучшение качества пищи, введение биологически активных веществ, которые укрепляют иммунную эндокринную систему, что ведет конкретно к формированию правильного иммунного ответа на поступление аллергена. И участие биологически активных добавок в обмене снижает выбросы и концентрацию гистамина в крови и тканях. И это приводит к уменьшению проявлений полиноза и других проявлений аллергии, а впоследствии к полному исчезновению всех его симптомов. Сочетание элиминации, исключения аллергена, о котором я вам говорила, определенной гипоаллергенной диеты и приема биологически активных добавок в пище ведет к отличным результатам. И это не просто простые слова. Огромное количество результатов у людей, принимавших биологически активные добавки Вижн, доказательство этого. На какие же биологически активные добавки Вижн надо обратить внимание в первую очередь людям, которые страдают в данном случае полинозом, да и другими аллергическими заболеваниями. Это вам хочу сказать. Первое, я бы хотела все-таки сказать доброе слово нашему замечательному детоксу. Я безумно люблю этот продукт, потому что, в общем-то, по большому счету, мое здоровье на первом месте я ставлю его. Вы знаете, он заслуживает такого повышенного внимания, потому что функций у него очень много. Первая, конечно, функция – это то, что он очищает организм, очищает на уровне клетки. В результате что происходит? Я вам говорила об этом вредном гистамине, который затаился и ждет, когда же будет реакция андерген-антитела. Так вот, он выводит из тканей этот гистамин, снижает его количество там, и в результате выводит его и из клетки, и из крови. И вы понимаете сами, что аллергенный фон снижается. А второе его действие – это иммуномодулирующее. Вы знаете, это суперкомплекс, который в данном случае потенциирует иммунную систему на правильный ответ антиген-антитела. Поэтому без детокса никуда. Конечно, нельзя сказать много добрых слов об антиоксии. Антиокс – это антиоксидантная защита. Я вам говорила о тех вредностях, которые нас подстерегают в нашей жизни. Всякие техногенные факторы, всякие химические вещества, содержащие в продуктах, питание везде, они вырабатывают в организме, вернее, повышают в организме, повышают образование оксидантных молекул, которые являются мощными оксидантами, и в результате они наносят вред и тканям, и органам, и вообще самой иммунной системе. И иммунная система, конечно, борется с ними, но тем не менее, когда есть антиокс, эта борьба повышается. Он нивелирует воздействие этих оксидантов. Отсюда он называется антиоксом, антиоксидант. И в результате порушающего действия ни на иммунку, ни на эндокринку нет. Поэтому без антиокса никуда. Очень хочу сказать добрые слова по адресу Хромвитала. Знаете, просто этот комплекс является растительным адаптогеном. Содержит замечательный микроэлемент Хром, который благотворно действует не только на нервную систему, на наш мозг, но и на проводящуюся нервную систему. И вы знаете, в связи с вот этой растительным адаптогеном адаптируют нашу иммунную систему и наш организм, чтобы тот работал адекватно в ответ на проникновение вот этих вредных аллергенов. И в Хромвитале есть замечательные составляющие, которые благотворно действуют на обмен веществ. Обмен будет нормальным. Обмен – это биохимическая, по большому счету, реакция в организме. И тогда и будет правильный иммунный ответ. Просто на нем написана такая поправка, что нельзя принимать людям с гипертоническими заболеваниями. Я хотела немножечко, чуть-чуть его защитить. Конечно, когда у человека есть гипертонический кризис, никто не сразу не хватается за Хромвитал. Не надо этого делать. Но проработав 18 лет в компании и встречаясь огромным количеством аллергиков, поверьте мне, среди них гипертоников очень много. Они же все очень многие, пардон, не все. Они стрессорные люди, они очень подвержены стрессам, повышенные невротические реакции. И в данном случае прием Хромвитала, ну, я никогда не видела, чтобы это могло что-то спровоцировать. А вот именно прием этого комплекса при аллергических заболеваниях дает тоже замечательный результат вкупе с остальными. Куда же без меги? Вы знаете, я немоверно счастлива, что у нас сейчас мега есть практически всегда, что она сейчас есть в России, и этим комплексом мы можем пользоваться. Дело в том, что мега – это комплекс, который необходим практически при любом нарушении состояния, не буду говорить болезни, при любых нарушениях, потому что мега в первую очередь – это проницаемость клетки. Вы же сами слышали, я вам говорила про этом гистамине. Он не будет выпускать тот гистамин, который дремлет в клетках, наружу, то есть вызывая этим повышение аллергенного фона. Он не будет впускать вредные вещества. А митохондрии, которые находятся в каждой клеточке, они просто-напросто все это переварят, переварят, скажем так, образно, разложат по полочкам и нивелируют все это вредное воздействие. Поэтому мега – это комплекс, который просто-напросто необходим. Он действует в разных направлениях. Сейчас я говорю конкретно по поводу аллергии. Поэтому без меги никуда. Обязательно надо сказать о Дегарднана. Комплекс был создан специально для детоксикации организма. Он выводит и соли тяжелых металлов, и всякие токсины, и в том же числе и аллергены. И выведение лишнего, недорасщепленных компонентов, выведение лишних веществ, в случае гистамина, выведение аллергических комплексов из организма – это вообще замечательное воздействие. Поэтому обратите внимание на Дегарднана. При обострении заболевания он просто необходим. Может быть, многие подумают, почему я здесь включила гранатин. Вы знаете, многие его позиционируют все-таки как комплекс, ну это просто знаю от своих клиентов и своих дистрибьюторов, как омолаживающий комплекс. Однозначно это свойство есть у гранатина, и перед ним склоняю шляпу. Но вы знаете, он мощное средство для нормализации обменных процессов, потому что чисто через обмен идет и омоложение. И вы знаете, когда обменный процесс у нас в порядке, вот тогда и происходит замечательное действие, когда укрепляется иммунитет, укрепляется иммунная система и эндокринная система. Поэтому гранатин, мало того, что он еще просто бальзам для нашей сердечно-сосудистой системы, для омоложения клеток, еще он нужен нам и при аллергических всевозможных заболеваниях, и при полинозе. И сеньор. Сейчас такая расхожая фраза очень часто звучит о том, что иммунитет у нас на 70% в кишечнике. И наши бактерии, которые там живут, они, конечно, нуждаются в такой поддержке, как сеньор, потому что это бифидот, бактерии, очень хорошие, дремлющие, которые нам возбудят и улучшат микрофлору нашего кишечника. Но кроме этого он содержит витамины и минералы. Вы знаете, нашему иммунитету не очень-то нужны жиры, белки и углеводы, которые мы есть. Не нужны бутерброды или супы. Ему нужны, по большому счету, иммунитет можно представить еще как большой биохимический процесс в нашей большой биохимической лаборатории в нашем организме. И вот ему нужны и катализаторы, и составляющие. А это витамины и минералы. Так вот, если чего-то где-то не хватает, иммунитет пробуксовывает. Не срабатывает правильно система его иммунного ответа. Вот дадим ему все, все витамины, все микроэлементы, и замечательно будет работать наша иммунная система, и все восстановится, и иммунный ответ будет правильный. И антигенов не образуется бешеное количество. И гистамин будет сидеть в неактивной фазе. И в результате уйдут проявления аллергии. К этим комплексам обязательно надо добавить ПАКС с мистиком. У них немножко разные направляющие, но первое у них есть направляющие – это антистрессовая программа. Я уже говорила вам, что практически все аллергики обладают повышенной возбудимостью. Пусть они не обязательно, я имею в виду, что они психически возбудимы прямо на каждое слово, но они очень быстро реагируют на все, потому что это такой вот процесс, который происходит в результате повышения аллергенного фона. И вот ПАКС, он даст, конечно, спокойствие и мир организму. Он снизит возбуждаемость импульсов, которые проходят по нервной системе. Снизит, на самом деле, и самочувствие человека, который находится в таком состоянии, как поленос. А мистик даст выспаться. Вы знаете, маленьким деткам все время говорят, вот это хорошо, когда ребенок спит, когда он маленький, потому что он восстанавливается, он выздоравливает во сне. Помните такую фразу? Ну, это для малышей говорят. Вы знаете, взрослые тоже восстанавливаются во сне. И сон для нас – это очень большое восстановление. Не только нашей нервной системы и отдых вообще всем органам и тканям, а это еще и восстановление. И поэтому при нормализации сна возникает замечательный положительный эффект на все состояние человека. Я все время сейчас, последний раз, вот вам говорю, говорю иммунное и эндокринное. Иммунное и эндокринное. Потому что иммунная система, она регулятор вместе с эндокринной системой. Потому что введение различных гормонов, они способствуют тому, чтобы у нас процесс работал, как часики в организме. И вот Нортия – замечательный комплекс, который положительно очень влияет на работу щитовидной железы. Она у нас является мощным регулятором в организме. И она и регулирует и нервно-срессорный фактор, и проводилась нервных импульсов, и влияет очень здорово на обменные процессы, которые проходят. И вот дать энергию щитовидке, успокоить ее, нормализовать ее работу – это на самом деле приводит к тому результату положительному, которого мы ожидаем при восстановлении и лечении аллергических заболеваний. Урсул. Кажется, почему здесь Урсул, да? Урсул я сюда поставила, потому что у нас всегда при аллергических состояниях всегда есть аллергическое воспаление. Это воспаление не связано с бактериями в данном случае, но бактерии всегда рядом. Они немножечко дремлют и ждут. Если есть где-то слабое место, они могут себя проявить. И вот этот наш Урсул как раз вовремя. Ионы золота, серебра и меди, они просто-напросто нивелируют воздействие бактерий, уберут их, уничтожат, нивелируют, как хотите, можете сказать. Но вот дадут тот положительный эффект, который будет. Значит, я хочу вам сказать, что принимать БАДы… Нет, я не хочу вам сказать… Я хотела бы поправиться, что это не значит, что все остальные биологические добавки не нужны при аллергических состояниях. Однозначно нужны. Просто я хотела бы выделить те необходимые, хотя бы для начала, которые нужно принимать. Потому что общее заровнение организма, оно обязательно даст эффект. Об этом говорит огромное количество результатов. Посмотрите, по добавке, в данном случае наши биологически активные добавки Вижн, при полинозе надо принимать обязательно заранее, за 2-3 месяца. Потому что вы снизите аллергенный фон, вы уменьшите количество тех иммуноглобулинов, которые сидят и ждут, когда придет, чтобы вызвать аллергены, чтобы вызвать вот такую вот реакцию. Вы все это выведите, укрепите иммунитет, и в результате приходит весна, приходит время аллергена, а вы спокойны, организм у вас, как я вначале сказала, что если нет сенсибилизации, то есть повышенной чувствительности. Ну, пришел аллерген, комплекс антиген-антитела сработал, и все. И никаких, собственно говоря, дальше реакций у вас нет. И это мы наблюдаем всегда, когда наблюдала я, когда в свое время работала очень плотно аллергологом. Понимаете, люди начинали принимать БАД, люди есть люди. Они, им говорят, что надо заранее что-то попринимать, они думают, ну а вдруг нас минет, это как бы пройдет мимо аллергия в этом году. И они начинают пользоваться БАДами по другой причине, очень часто. У некоторых с позвоночником проблема, у того же с кишечным трактом, кто-то там, ну, разные проблемы есть. И вы представляете, было очень много результатов, когда приходит время аллергенов, а аллергии нет. И человек в полном недоумении говорит, как же так? Я каждый год как бы мучился, страдал, а тут вдруг ничего не получается. А не получилось, потому что организм почистился, укрепился, нормализовался иммунный ответ. И вот, пожалуйста, аллергия нет. Вы знаете, как врач, я была, честно, очень не то что удивлена. Я даже не могу сказать слово удивление. Это был просто такой шок, знаете, врачебный. Потому что, когда ты много лет пользуешься лечением, которое есть в медицине, аллергиков, и ты понимаешь, что по большому счету ты можешь только помочь на какое-то время, а чтобы это совсем уходило, это крайне проблематично, вдруг получить замечательные такие результаты на биологически активных добавках. Это заставило меня не только вникнуть в их составы, в их воздействия. И вы знаете, я восхитилась тем, как работает наш продукт. Вот смотрите, первый раз я рекомендовала БАДы нашей компании, девочке 13 лет. Я очень хорошо помню, потому что это был такой первый сногсшибательный результат. Она страдала разными проявлениями аллергии. У нее был и атопический дерматит, у нее в локтевых сгибах и под коленками, ну вообще, даже уже кожи не было нормальной. У нее была бронхиальная астма, поленос очень выраженный. И практически еще такое заболевание, как хиелит. Ну о нем не часто встречается. Это знаете, когда на лице губ не видно. Есть две такие багровые полосы. Нет ни границы губ, ничего. И они все время в трещинах и воспаляются. Они лечились 7 лет. Лежали в клиниках. Был какой-то эффект улучшения. Потом опять все возвращалось. И когда я узнала о этих биодобавках, я решила им предложить. И мама меня услышала. Вы знаете, я, конечно, тоже очень волновалась за результат. Но когда через 3 месяца у ребенка очистилась кожа, прекратились приступы удушья. И в момент цветения амброзии, именно в августе, у нее не было ни одного проявления аллергии. Вы знаете, ну это было просто какое-то волшебство. А через 5 месяцев у девочки появились губы на лице. Потому что очертилась губная вот эта вот наша губы. Стали видны. И мы были очень рады. И мама была счастлива. И я была очень довольна. Это была победа. Сейчас она уже совсем взрослая, эта девочка. Я с мамой созваниваюсь где-то раз в год. У нее иногда бывают небольшие проявления аллергии, когда она, как мама говорит, чего-нибудь там наестся. Вода она принимает и сейчас. Может быть, и не постоянно. Но вы знаете, у нее очень хороший шанс на дальнейшее качество жизни. И дальше это был первый случай. Поэтому он мне так запомнился. А потом было очень много случаев. И у моих дистрибьюторов, и у клиентов, моих дистрибьюторов, и у моих клиентов. И это были просто замечательные результаты. Вы знаете, от полиноза, от полиноза и от многих проявлений аллергии люди не умирают. Они живут с ними долгие годы. Очень сильно мучаются. И вы знаете, принимают огромное количество препаратов. В этот момент у них портятся, в общем-то, их органы, потому что и печень, и селезенки. И вы знаете, болезнь сама по себе очень неблагодарная, которая сопровождается аллергическими проявлениями. Ее затушишь, заглушишь препаратами, вроде все хорошо, а через какое-то время все появляется обратно. И даже очень быстро, так быстро возвращается на круги своя, что даже уже опускаются руки. А конкретно с БАДами Вижен совсем другая ситуация. Я хочу сказать отдельно про детский возраст. Вы знаете, я и начала работать, именно предлагая детям. Потому что взрослые люди приходили в основном, чаще всего ко мне с бронхиальной астмой, с тяжелыми степенями бронхиальной астмы. Они были уже практически на ингаляторах и чуть ли не постоянно говорили, им оказывали в больнице какую-то помощь. А вот дети, дети, ну это, вы знаете, это творение Господа, которое я все время говорю мамам, все время говорю вам, хочу сказать. Вы знаете, дети – это тот еще народец, у которого все может пройти. И атопические дерматиты, и даже бронхиальной астмы какой-то девочки. Она ведь была уже на гормонах. И вы понимаете, что вот это оздоровление организма ведет за собой восстановление иммунного ответа правильного, восстановление иммунной системы, и заболевание может полностью нивелироваться. Я детям давала практически все биологически активные добавки. Я считаю, что, ну может быть, не стоит там давать, предположим, столон ребенку или там маленькому медисою. Но у нас есть достаточно гораздо всевозможных комплексов, которые нужны. И вот то, о чем я сегодня говорила, это можно давать любому ребенку. Ориентируйтесь просто на килограммы, на возраст. И у вас обязательно вернется здоровье и укрепится иммунная система. Я хочу сказать, что долго работая с этими комплексами, и в частности как аллерголог, добиться тех результатов, которые добиваются люди, принимаете биологические добавки, в медицине практически невозможно. Очень часто это все возвращается. Единственный только момент. Если у вас уже была когда-то, вы взрослый человек, и у вас есть эта проблема с иммунной системой, вам нужно будет принимать эти комплексы практически постоянно. Пусть не регулярно или как-то по какой-то схеме, но вы должны поддерживать иммунную систему. Она дала у вас сбой, мощный сбой в свое время. У вас сформировалось аллергическое заболевание. Так вот, чтобы залатать эту дырку, чтобы закрыть ее, нужно поступление вот таких биологически активных веществ, которые дадут вам вот такой вот замечательный, сногсшибательный результат. Потому что у меня есть дистрибьюторы, дистрибьютор очень пожилого возраста женщина. У нее была бронхиальная астма, и, собственно говоря, в связи, может быть, с возрастом, а малой двигательной активностью, она не так часто применяла баллоны именно с гормональными препаратами. Но была такой конкретно, на препаратах, которые снимают спазм, она постоянно сидела. Вы знаете, принимала она БАДы, не веря ни на минутку, что у нее может куда-то деться бронхиальная астма. Если бы вы меня спросили, я вот 18 лет знаю Вижн, я 18 лет являюсь его поклонником, его приверженцем, и постоянно сама пользуетесь ими продуктами, и пьет вся моя семья эти комплексы. Но тогда ей было в самом начале, я тоже были у меня какие-то сомнения, что, ну, думаю, может, меньше станет. Ну, когда прошло, я не буду сейчас даже говорить, сколько времени, она долго молчала, а потом говорит, а вы знаете, что у меня нет? Так, извините, пожалуйста, произошла, видимо, техническая накладка, спикер пропал, из эфира сейчас она вернется, ждем. Так. Он просто-напросто скажет, что этого не может быть, такой реакции. Но это есть, и это факт. И люди, которые сменили место жительства с полинозом, уехали с юга в среднюю полосу для того, чтобы избежать всевозможных вот этих аллергических проявлений. Через какое-то время снова получили проявление бронхиальной полиноза уже в новом месте жительства и говорили, ну что ж мне теперь на север ехать, где вообще сплошные снега лежат. И вы знаете, замечательный результат. Женщина стала применять в связи с гипертонией наш продукт и вдруг говорит, слушайте, я сидела вот так, закрыв глаза, знаете, домиком и думала, все, апрель месяц, апрель месяц, апрель прошел, май прошел. И в конце июня она говорит, слушайте, а у меня в этом году не было ни одного проявления полиноза. Это не сказки, это реальность. Таких результатов очень-очень много. Рассказывайте об этом другим людям, чтобы они прониклись в это, чтобы они знали, что есть выход из этой ситуации. Пусть его не будет стопроцентным, но улучшение будет обязательно. Ну, я считаю, что сегодняшняя информация должна, я думаю, что она должна быть вам полезна. Я желаю вам крепкого здоровья с компанией Вижн, с нашей продукцией. Любите ее и обязательно ей пользуйтесь. Спасибо вам огромное за внимание. Большое спасибо, Надежда Александровна. Мы услышали действительно много полезной, важной информации, актуальной в такое время года. Я уверена, что это поможет дистрибьюторам нашей компании сделать свою работу более профессиональной. На этом, на сегодня мы заканчиваем ссылку. Я уже один раз выложила, дальше буду еще выкладывать. Ждем вас в эфире. Следующий.